Всем привет, с вами InformTV. Всеволод Абдулов – актер советского кино и самый лучший друг Владимира Высоцкого. Он появился на свет в театральной семье. Его отец, народный артист Осип Абдулов был выдающимся актером МХАТа, а мать Елизавета Метельская тоже была популярной актрисой. Мальчик был всегда вхож в закулисье МХАТа, а позднее отучился в его школе-студии. А помог ему поступить Владимир Высоцкий. С этого момента молодые актеры стали большими друзьями. Они проводят все свое время вместе в шумных компаниях. Во время вечеринок Владимир пишет стихи и песни. На глазах у Севы произошло знакомство Володи и Марины Влади, закончившееся бурным романом длиною в жизнь. Благодаря стараниям Всеволода певца удалось удержать много лет над пропастью алкоголизма. После того, как Владимир ушел из жизни, его друг надолго ушел в себя. Никогда и ни с кем он не обсуждал факты личной жизни поэта. Позднее он все-таки оставил свои воспоминания в виде интервью сыну Высоцкого, Никите, который на их основе создал биографический фильм про его отца. В киноленте обаятельного Всеволода сыграл небезызвестный Иван Ургант. Все годовщины смерти Владимира Высоцкого Всеволод проводил на могиле друга, каждый раз сильно оплакивая потерю. Кинодебютом Абдулова считается его юношеская работа «Ждите писем». Но позже он снялся и в таких фильмах, как «Контрабанда», «Приключения Тома Сойера и Гегельбери Фина». И, конечно же, самым значимым образом является роль «Молодушного стража порядка» из фильма «Место встречи изменить нельзя». В жизни актер был большим любителем женщин. Едва поступив на первый курс вуза, он сразу же обзавелся семьей. Его избранницей стала Наталья Григорьева, студентка Бауманского института. У них родилась дочка Юля. Больше у Всеволода детей не было. Всего за жизнь у него было пять официальных жен, а сколько было романов и неофициальных отношений – это не пересчитать даже на пальцах двух рук. Своей «последней женой» актер называл девушку Ольгу – молодую официантку, с которой успел прожить всего несколько месяцев. Ушел из жизни актер в 2002 году от редкого заболевания. А вы помните такого талантливого и прекрасного актера? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!